Приветствую вас, Мария. Давайте разберем ваш вопрос. Если мужчина оскорбляет, принижает девушку нецензурными словами за своей агрессией, агрессией и ревностью на ровном месте, как вести себя девушкой, потому сразу хочется обещать от него. Но понимаю, что если уйду, возможно, потеряю его, если останусь, то покажу зависимое, точно и такое будет постараться, потому что уже не первый раз это происходит. Подговаривать с ним где-то, сколько на эту тему, он обещает, что больше не будет, все равно ревнует, очень тяжело с ним, но люблю. Ну, в первую очередь, два момента основных, которые вам хочется, значит, здесь так вот, скажем, выразить. Это первый момент, как бы, вы, получается, боитесь потерять человека, который вас оскорбляет и принижает. Первый вопрос, зачем вам такой человек? То есть стоит ли этот человек того, чтобы бояться его потерять? Если вы считаете, что стоит, если вы действительно, как вот вы говорите, ну, любите его, например, да? Вот. То вы, по идее, в таком случае, принимали бы его таким, как он есть. Но, исходя из вашего описания, исходя из того, что вы описываете, вы человека как раз таки не принимаете. Во. Судя по тому, что вы описываете. И это вызывает вопрос. То есть, если вы человека не принимаете, а, ну, вот, таким, какой он есть, то есть для вас это, его оскорбление, его ревность, если для вас это имеет существенное значение, вот, и вы не можете увязать его поведение с его личностью, например, то это, как бы вот уже такой достаточно, как мне кажется, серьезный, серьезный вопрос и серьезный момент, касающийся именно того, а, как бы, любовь ли это? Вот. То, что вы боитесь его потерять? Вот. Вот. Ну, это не совсем история про любовь. Вот. Эта история больше как правило, на мой взгляд. Вот. Заметил мой коллега, который еще в игре, Данил Ильич. Это больше про зависимость. Вот. Вот. Поэтому тут вот такой есть важный аспект, на который имеет смысл вам обратить свое внимание. Вот. вот. Понимаете, да? А чему здесь речь? Дальше. Значит. Вы спрашиваете, что делать, если вот мужчина ревнует там и так далее. В первую очередь поработать над чувством вины и над уверенностью в себе, над лишними границами. Потому что его действия возможны только благодаря тому, что вы чувствуете себя виноватым. виноватым. Вот. Если бы вы виноватым себя не чувствовали, если бы вы виноватым себя не ощущали, то и подкреплений никаких, ну, позитивных подкреплений для его поведения бы не было. А так вот, ну вот так вот, конечно, они безусловно есть. Поэтому вы, несмотря на то, что ревнуют вас без повода, именно тем, что отвечаете, так скажем, виной, да? Вот. Отвечаете, так скажем, чувством вины на его ревность. Вы, конечно же, этим самым не делаете, что называется, себе хорошо. Вот. Поэтому здесь я могу только вот указать вам на этот аспект и надеяться на дождь, что вы как-то спросите, для начала хотя бы просто себя, а вот каким же образом я прихожу к тому, что отношусь к его ревности всерьез. Ну и там, как следствие, как результат, да, к его оскорблениям. То есть меня это, получается, задевает, то есть я это в какой-то степени воспринимаю на свой счет. Вот. Каким образом это возможно? Вот. Потому что я воспринимаю это, да, на свой счет. Как это становится возможно для вас? Вот. Тоже такой момент достаточно важный. Что еще хотелось бы сказать? Ну, наверное, хотелось бы сказать все то, что вы находитесь в треугольнике Карпмана, да? То есть как бы вот. То, что вы описываете, является треугольником, треугольником Карпмана, вот в данном случае. Ваш молодой человек это такой, знаете, агрессор, а вы это вот в данном случае жертва. И как бы, ну, соответственно, вы себя чувствуете в этой ситуации жертвой. Вот. Но это связано с особенностью восприятия вами, вашей личной ответственностью. Так скажем. Да? Вот. То есть воспринимая вы свою личную ответственность немножко по-другому и беря, собственно, ее на себя. А не до другого человека. Вам бы, конечно, было бы в этом смысле гораздо-гораздо легче. Вот. А так вам, конечно, ну, мягко говоря, флотно. Вот. Оно и понятно. Оно и понятно. Вот. Что сложно, там, что... Вы продаете большее значение именно человеку рядом с вам. Вот. Так. То есть, условно говоря, не так важно, как вы себя ведете. Сколь важно, больше, то, из каких ценностей проистекает ваше поведение. То есть, если ваше поведение просекает из страха человека потерять, а следуя системе созависимых отношений, человека вы ее, скорее всего, не потерять. Потому что он нуждается в вас так же, как и вы в нем. Поэтому вы его не потеряете. Вот. Но это не решит вашу проблему в данном конкретном случае. Вот. Вот. Поэтому здесь момент именно в том, чтобы найти себя. Вот. В отношениях, вот. В данном конкретном случае вы себя достаточно легко можете потерять. Вот. Ну, кто-то скажет, что, в принципе, уже потерял. Вот. Вот. Я не знаю. Конечно. Потеряли вы себя или нет. Ну, думаю, что шансы на это достаточно велики. Если вы будете действовать так же, как действовали до сих пор. Ну, а что еще? Хочется обратить ваше внимание. Ну, пожалуй, на ПОЧПО вы транслируете такую мысль, что без этого человека я никто. Что без этого человека мне будет там. Очень тяжело, трудно, больно. Вот. Вообще я без него не стал. Вот. Ну, сложно с этим согласиться. Мягко говоря. Но налицо аспект, где вы себя по большому счету обыскиваете. Вот. К сожалению. Вы себя обысцениваете. То есть у вас есть в данном случае конкретном есть проблемы именно с самооценкой. Вот. И соответственно, наша задача с вашей самооценкой поработать. Вот. Наша задача именно подкорректировать вашу самооценку. Вот. Вот. Что вы на ней. Наша. Ван. Выстраивать. Конструктивные как качественные взаимоотношения. С людьми. Ну, с мужчинами. Сейчас. Вот. Вот. Вот, поселуй, какой-то вот такой. Ответ я мог бы вам отдать. Ну, вы можете самостоятельно изучить историю, допустим. Вы можете самостоятельно изучить тему. Треугольника Карпмана. Вы можете самостоятельно поисследовать. Идею. Солнезависимости. Идею любовной независимости. Вот. И, наконец, последнее, что хочется сказать, это про ревность человека. То есть ревность также из неуверенности в себе возникает. Также из страха в потере возникает. И получается таким образом, что и вы, и если ваш молодой человек неуверен в себе. И я думаю, что не случайно вы. И... эээээ.. что вы мистомне ret contracts. А bean лис не лиц не т enjoy Flashlis не совершенно вы, ээээ. Э, вы здравует Jag. Милли nicht безатров вы, ээээ. ja, вы здравует. От машине. И я думаю, что это всё суть закономерности, вот, и соответственно, поскольку это проблематика системная, не только проблематика вашего, ну, молодого человека, но и ваша тоже, вот, то, соответственно, работать вам нужно, а если молодой человек видит в этом проблему вместо, вот, и соответственно, самое лучшее, что вы можете сделать, это вдвоём обратиться к психологу и вдвоём пообщаться со специалистом, обозначив проблему для каждого из вас. То есть, какая проблема ваша, условно говоря, какая проблема молодого человека. Вот. Да. И дальше уже, по мере осознавания, дальше уже решать. Дальше уже работать, вот, в этом направлении. Ну, то есть, тут как бы всё, вот, в какой-то степени зависит от вас и от того, насколько вы реально готовы работать над отношениями. Вот. Ну, я бы рекомендовал вам, вот, в первую очередь, наверное, нужно определиться для себя с вашей, вот, позицией, как вы конкретно относитесь к своему молодому человеку. Вот. Потому что вы вроде бы любите его, как вы говорите. Но, в то же время, вы не принимаете его, его поведение. И никто не говорит, что вы должны это делать. Но именно из-за, вот, подобного, так скажем, несоответствия вашей позиции вас сложно воспринимать всерьез. Потому что вы что-то можете сказать, да, например, что, ну, допустим, не знаю, не знаю, а еще раз, вот, еще раз, вот, еще раз, так и поступишь, и я тебя уведу, ну, как бы, если вы не можете сдержать свое слово, если ваши действия разнятся с тем, что вы говорите, то отношение к вам будет соответствующее. Вы можете, конечно, сказать, ну, я женщина, и я не должна держать свое слово. И будете правы. Вы на самом деле можете быть правы в этом случае, в этой истории. Но вопрос здесь не в том, кто что должен. Вопрос здесь в цене. Именно цена вашего победителя. Или, как по-другому, иногда говорят, плавно. Ну, раз, раз, правда. Вот. В данном случае можно использовать и такой термин. Как бы, суть от этого особо не изменится. А, на этом все. Я надеюсь, что вам мой ответ понравился. Надеюсь, что это было полезно. Надеюсь, что это было интересно. Интересно. А. Сонастоятельно вы со своей трудностью не справитесь. А, любовная зависимость, это история, где человек находится, к сожалению, во власти. своих привычных паттернов поведения, вот, и соответственно только с помощью, с помощью человека со стороны, только с помощью специалиста можно будет помочь вам из этого вот порочного круга выйти. Желаю вам удачи, всего самого доброго, обращайтесь за помощью, будем рады вам помочь.